12 июля 2017 года откололся самый большой ледник за историю метеонаблюдений Ларсен-Ц, массой более 1 триллиона тонн и площадью 5800 квадратных километров. Все эти месяцы ледник находился в месте откола, периодически то чуть отдаляясь, то снова приближаясь. Последние спутниковые данные показывают, что айсберг отдаляется от материка и начинает двигаться на север. По прогнозам специалистов, ледник будет двигаться в северном направлении, до антарктического циркумполярного течения, так называемого течения западных ветров. Как поведет себя ледник в дальнейшем, неизвестно. Подробнее о том, к чему может привести откол ледника Ларсен-Ц и таяние ледников, смотрите в 71 выпуске «Климат-контроля». Как говорится в докладе о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Еще недавно, в конце XX века, некоторые ученые выдвигали различные гипотезы и теории о постепенном изменении климата. Но на практике все оказалось несколько иначе. Тщательный анализ роста числа природных катаклизмов, экстремальных погодных явлений по всему миру, а также статистических показателей космических и геофизических параметров, за последние годы показал тревожную тенденцию к их значительному увеличению за короткий промежуток времени. Эти данные свидетельствуют, что выдвинутые рядом ученых предположения касательно того, что изменение климата в течение 100 лет и более будет носить постепенный характер, неверны, так как по факту этот процесс происходит гораздо динамичнее. Продолжение следует...